По этой тропинке Станислав поднимается почти каждый день. Приходит на могилу к дочери. Болит душа, чтобы врачи неправильно все сделали. Загубили дочь. 22 года. А ребенок остался сам без матери. Станислав рассказывает, в мае 2008-го Лариса поехала рожать в Дергачевскую центральную больницу. Женщине сделали кесарево сечение. После операции роженице врач-анестезиолог поставила подключичную капельницу. Через день после родов Лариса умерла. Делали судьбу экспертизу и определили, что пробили подключичную вену и попали в легочную плеву. И дочь захлебнулась кровью и лекарством. На этих снимках трехлетняя дочка Ларисы. В надежде наказать виновных за то, что маленькое поле растет полусиротой, Станислав пишет во все инстанции. Врач-анестезиолог вину признала, но еще до вынесения приговора попала под амнистию. Но Станислав уверен, в смерти его дочери виноват не один доктор. Вина 100% врачей. Не только одной Бабаевой. А там замешаны и более люди. Просто никто не хочет этим заниматься. Кто присутствовал, кто делал кесарево сечение. Судьбу медиков, которые делали кесарево сечение, и тех, которые дежурили в ту ночь, в милиции все еще решают. Ждут результатов столичной экспертизы. Окончание экспертизы нам неизвестно, потому что она очень сложная и задействовано много работников, экспертов. Поэтому ориентировочно до конца года эта экспертиза, возможно, будет проведена. Станислав Лизунков подал иск на возмещение морального и материального ущерба. По решению суда Дергачевская центральная больница должна выплатить семье погибшей 200 тысяч гривен. Врачи сетуют погасить весь долг, пока не в силах. Вы знаете, что медицина у нас финансируется на 30-50%. Мы выплачиваем деньги. То, что хотелось бы, может быть, людям сразу получить в полном объеме, у нас, к сожалению, не выходит. Но в том объеме, в каком у нас получается, мы все выплачиваем. Главврач больницы говорит, как только деньги появятся, семье Лизунковых вернут все до копейки. Но Станислав ждать, пока медики решат финансовые трудности, не хочет. Намерен призвать врачей к ответу через Европейский суд. Владимир Куриной, Инна Жмут, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...